Я поступила в университет, я второй раз стала студенткой, хотя было очень сложно, потому что это та специальность, которую я никогда не изучала. Начала искать работу после того, как на ютубе отключили монетизацию. Извините, у вас опыта нет, вы на мне подходите. Я поступила в самый престижный, самый рейтинговый вуз Петербурга. Иди ко мне сюда, иди ко мне. Иди сюда, иди ко мне. Ой, моя хорошая девочка, будь тут, будь тут. Всем привет, сегодня я поделюсь с вами одной очень радостной для меня новостью. Событие, которое буквально перевернет мою жизнь на все 360 градусов. Я поступила в университет, я второй раз стала студенткой, первокурсницей. Куда я поступила? Я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, институт философии. Моя специальность называется музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. А программа, на которой я буду обучаться, называется визуальные технологии в музее. Это магистратура, очная, учиться два года, и я поступила на бюджет. Всего по этой программе было 9 бюджетных мест. На данный момент я уже имею высшее образование, бакалавриат. В 2021 году я закончила Кубанский государственный университет, факультет истории и социологии международных отношений по специальности история и историческое образование. Да, я историк. Откуда взялась идея продолжать учебу? Весной этого года, вот сейчас как бы это странно не было, но я начала искать работу после того, как на ютубе отключили монетизацию. Потому что жить на что-то надо, денежки просто так с неба не падают. Поэтому я прямо активно включилась в этот процесс, зарегистрировалась на всевозможных сайтах, где можно искать вакансии. И я хотела устроиться именно по своей специальности. Историк, экскурсовод, сотрудник в музее в Краснодаре и по Темрюкскому району. Но для меня было очень важно, чтобы я могла спокойно, комфортно добираться до работы. Потому что если бы я нашла работу в какой-нибудь станице, естественно, мне было бы неудобно добираться. Хочу сказать, что у меня были большие трудности с поиском работы. Главная проблема всех выпускников, что их никуда не берут на работу, потому что нет опыта. Вот какой-то такой замкнутый круг. Ты вот хочешь работать по этой специальности, да, тебе подходит вакансия у работодателя. Но говорят, извините, у вас опыта нет, вы нам не подходите. В итоге с горем пополам, но я нашла одну единственную вакансию, которая меня прям полноценно устраивала. Вот все галочки у меня были проставлены. Нашла я ее в станице Тамань, в Таманском археологическом музее. Но меня взяли с маленькой оговорочкой, что в будущем нужно будет получать еще одно высшее образование, идти в магистратуру, потому что для работы на такой должности бакалавриата первого высшего образования не хватает. Но получать это образование нужно, соответственно, заочно работать и учиться. Тогда у меня на чаше весов, с одной стороны, возникла работа по специальности и заочное обучение в каком-нибудь университете, и очная учеба в университете, который мне бы нравился, в котором бы я хотела учиться. Трудности поступления. Пока готовились мои документы для принятия на работу, я решила попробовать поступить в какой-нибудь университет. И как раз так совпало, что в этот момент во всех вузах России шла приемная кампания. И я решила пойти ва-банк. Подала заявления и документы только в один единственный вуз, наиболее для меня престижный, и в котором была специальность, на которую я хотела попасть. То есть, чтобы вы понимали, если я туда не поступаю, то я не поступаю никуда, ну и иду просто работаю в музей по специальности. Как я сдавала вступительные испытания? Вообще, вступительные испытания на данную специальность подразумевает портфолио. Это достижения, это научно-исследовательская работа, и это мотивационное письмо. Я бросила просто все свои силы на написание этих работ, хотя было очень сложно, потому что это та специальность, которую я никогда не изучала, поэтому мне пришлось читать много всякой литературы, изучать пособия по музеологии, чтобы в конечном итоге была хорошая научная работа, которую оценят по достоинству. Наконец наступил день, когда объявляют результаты, обнародуют баллы, и я очень переживала, потому что именно от этих баллов зависело, вообще смогу я поступить туда или не смогу. И час икс в личном кабинете высвечивается мой балл, и я понимаю, что у меня есть шанс побороться за эти бюджетные места. Но загвоздка тут была в том, что я не знала, какие баллы у моих конкурентов, поэтому оставалось снова ждать, снова переживать, когда же обнародуют уже аранжированные списки, чтобы ты видел, какие баллы у твоих конкурентов. Отправка дипломов по почте. До зачисления нужно было еще успеть отправить документы по почте. Это согласие на зачисление и оригинал диплома. Мы не стали медлить. Когда я поняла, что все-таки у меня есть шанс поступить, то мы поехали на почту, запаковали, я там расписалась во всех заявлениях, и тослали мы в Петербург мои оригиналы. И когда появились уже аранжированные списки, я каждый день заходила на сайт СТБГУ и мониторила, у кого есть оригиналы, у кого есть согласие на зачисление, кто куда поступает. Вообще, чтобы оценить, какой у меня шанс пробиться на вот эти вот ограниченное количество бюджетных мест. Зачисления. И вот наступает 17 августа. Это та дата, когда должны уже загрузить списки тех, кто зачислен в университет на бюджетные места. Но как они это тянули, как они растягивали это удовольствие. Они выставили результаты только 17 числа, ближе к 12 ночи. То есть я целый день заходила на сайт, обновляла страницу, ничего не было. И вот тут уже перед сном я наконец-то захожу, и там они, списки о зачислении. Если что, я на этом видео очень растрепанная, потому что это уже была ночь. И я планировала спать. Так что не обращайте внимания на это. Самый крутой в пиво из Питерии. Ну как, да, один из крутых. Хотела проверить, реально ли поступить в такой крутой вуз. Реально. На бюджет. На бюджет. Еще на бюджет. Это о чем говоришь, что да, вот так? В том году не поступила, в этом поступила. В том году как-то, может быть, по-другому? Я не рассчитала свои силы. Я не рассчитала. В этом году я все продумала уже с сознанием, с опытом. Ну, отлично. Впереди ждет что-то новое меня. Ну да. Пока не знаю что, но что-то будет новое. На самом деле моей радости не было предела. Я искренне верила, что я поступлю. И я поступила в самый крутой вуз Питера. Congретылейт. Ожидание от учебы. Пока что у меня есть только определенные ожидания от учебы. Насколько мне понравится эта специальность, я пока не знаю. Это все-таки что-то новенькое для меня. Первое высшее образование у меня было историческое. Оно такое классическое, фундаментальное. И здесь все-таки специальность уже очень узкая, направленная. Поэтому мы посмотрим, как мне эта сфера понравится, не понравится. Так как это философский факультет, я думаю, что здесь тоже будет такое классическое образование, стандартные лекции, занятия. Но я думаю, что будет очень хорошая практика в самых топовых музеях Петербурга. В частности, Эрмитаже. Я думаю, что здесь будут очень сильные преподаватели. Конечно, у меня еще будет отдельная история о том, где я буду жить. Это прям очень интересно будет. Обо всем об этом я расскажу в своих ближайших видео. Это учеба, это возможность кардинально поменять обстановку, в которой я сейчас нахожусь. Получить какие-то новые эмоции, ощущения, новый опыт. Ну что, вот так вот я поступила в самый престижный, самый рейтинговый вуз Петербурга. Надеюсь, что мне там понравится, что я получу там очень много для себя. Знаете, так вот говорят, что в Москву едут по работе, а в Петербург едут по любви. Конечно, я до сих пор не верю, что я буду учиться прямо в самом центре Петербурга, в его сердце. Корпус учебный находится недалеко от кунсткамеры. То есть я каждый день буду гулять около Невы, видеть все самые красивые здания Петербурга. Меня ожидает точно что-то очень интересное. На данный момент, пока я снимаю это видео, еще лето, еще впереди очень много поездок на море. А что будет дальше, ну, посмотрим. Ну вот так вот начинается новая страничка в моей жизни. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok